сангаджи еще раз я хотел бы мы прошлый раз остановились на том что у нас на водозаборе лесенского водоканала есть три насоса как ты говорил да которые давнишние которые давным давно требуют замены и мы обратили внимание я думаю что администрация города там коста водоканала должны прислушаться и обратить внимание на это заменить либо эти за насосы приобрести новые либо как то есть но необходимо я знаю что есть программа водоканала который каждый год там пересматривается утверждается необходимо наверное внести изменения в эту программу что были выделены бюджетные средства это все-таки муниципальные предприятия и чтобы эти насосы были как бы приобретены и заменены и осуществлен капитальный ремонт ну и я думаю что в принципе хотелось бы чтобы мы сегодня переговорили относительно вообще проблем города именно города проблем водоснабжения и проблемы там связано все что связано с канализацией у есть у нас общегородская канализационная система как бы да я понимаю что она уже старая то есть изготовь все и все эти насколько понимаю все строилось где-то в 70-х 80-х годах наверное до прошлого века и сейчас они на все это находится все эта система находится уже ну наверное достаточно таком плачевном состоянии хотелось бы от тебя услышать твою оценку текущего состояния всех систем водоснабжения и водоотведения да как если по правильному говорить и естественно там системы очистки и так далее все что не все что у нас городе происходит чтобы люди могли понимать реальное состояние именно в этих системах городских согласен прошлый выпуск мы закончили тем что обсуждали насосную станцию второго подъема именно там действительно находятся три насоса которые соревнуются со мной по возрасту три насоса немножко выпад сделал что что продайте свои автомобили купите насосы но это действительно весь город или 100 зависит от этих трех насосов не дай бог двое выйдут из строя город без воды останется ну ладно в общем эти насосы толкают по водоводам воду сторону и листы на объект так называемый рчв резервуар чистой воды вот длина водоводов этих 8 каждого 18 километров то есть это от верхнего яшкуля до верхнюю вешку роду и до резервуар чистой воды это в районе элеваторы может быть вы видели такие сверкающие резервуары бочки в районе железной дороги сверху и листы там есть резервуар чистой воды 10 тысяч кубометров объемом он заглублен он бетонный ну и от строительства левокомского водовода там два резервуара цилиндрических стоят блестят такие то есть дополнительно в целях для того чтобы воду из левокомки завести были построены еще дополнительные по 5 тысяч до они закольцованы вокруг и листы еще идет закольцовка трубопровод от южного резервуара чистой воды вы его все видели в районе ршане наверху над листой стоит и вот и вот этот объект они закольцованы трубой вокруг ну скажем мимо ставропольского поста гаи вокруг и листы они вот так вот приходится то есть они связаны для того чтобы это была целостность такая на территории этого рчв находится коллектор из которого отходят водоводы у которую спускаются уже непосредственно вы листу то есть все это происходит самотеком там уже насосных агрегатов нету потому что у нас до вы листа просто таким образом расположена она как бы находится но в яме да да и происходит все как бы самотеком давление даже хватает наполнять южные рчв которые ниже как бы этого северного рчв метров на 50 примерно где-то так по генетическим отметкам ну точно не скажу но где-то так ну что я могу сказать по разводящим сетям и листы ну где-то в каком они состоянии находится насколько они там ветхие да что там какие трубы используются если проблемы большие связаны именно с ветхостью до замены ну я что скажу вот скажем 90-е годы водоканал работал совершенно в оральном режиме до 20-30 утечек в день довольно-таки средних и крупных происходило на данный момент все-таки сетей по получил водопроводных именно именно водопроводных получилось довольно таки много поменять все же заменили стальные трубы на поле полиэтиленовый в основном на полиэтиленовые даже водоводы диаметром 600 миллиметров ваш покорный слуга тоже это строил все ну фирма твоя как бы до мало участие то есть фактически ты хочешь сказать что с 90-х годов сейчас благодаря реализации программы водоканала у нас получилось сейчас обрыва порывов стало как гораздо меньше по сравнению с 90 на данном а вообще ситуация нас какого как каковы потери в принципе этой воды насколько понимают дорогой то который мы тратим электроэнергию на доставку трубы и так далее мы тратим огромные средства на то чтобы эту воду доставить в города во первых добыть ее потом доставить в город а вот потом как ее использовать то есть я вот что если ты сказал она используя что я хочу сказать вот мы все-таки не для кого не секрет мы живем в полупустынной местности то есть у нас здесь именно здесь в элисте вода не является как бы денежным продуктом это бесценный ресурс вообще который не имеет цены если им расточительно пользоваться ну я не знаю город просто погибнет в конце концов и тут возникает вопрос об очистке воды которые все время будируются политиками местного масштаба мы ничего не решается просто я поясню наверное да что имеется ввиду что что есть как бы способы различные до очистки воды вот я насколько помню что вот мы говорили о том круглом столе да на котором проблемы водоснабжения рассматривались том числе рассматривалась вопрос очистки дает каким образом эту воду очищать я помню что ты там выступил с предложением о том что нужно уже всего всего на сегодня в принципе из-за того что наши власти своевременно не вносили как бы до изменения не модернизировали как на то положено как необходимо было все эти системы сейчас у нас люди фактически у нас нет качественной чистой питьевой воды до в городе и люди фактически перешли на то что люди уже приобрели сами себе индивидуальные очистки воды либо приобретают питьевую воду там в канистрах и так далее то есть я насколько понимаю необходимо определиться как мы будем эту воду чистить необходимо всю воду чистить ту которую да либо нужно эту воду чистить индивидуально то есть распределённо я насколько понимаю ты сторонник именно распределенные до очистки воды децентрализации но я хочу немножко лирическую составляющую напомню тебе как мы с тобой прорвались на обсуждение это водной концепции нас никто не приглашал а мы с юрий викторовичем вдвоем просто об этом говорили ну да говорили но мне все время смешно потому что в итоге мы остались до конца почти практически июре почти до конца я совсем до конца остался участвовал этой дискуссии а председатель правительства которому просто положено там быть с половины просто-напросто ушел ему неинтересно было но это говорит о том что не знаю не интересует людей такой вопрос ты хочешь сказать что в принципе у нас председатель правительства у которому проблемы одна из основных проблем которые у нас в городе как бы в республике наличествует да то есть он предъявлено и шоу об этом я просто как бы да да это лирическая составляющая но теперь о чем мы будем говорить то что очистка воды ну не секрет ни для кого я думаю что очистка воды это процесс при котором поток воды разделяется на чистый поток и на загрязненную воду иначе тузлук можно сказать как бы если честь очищать весь поток который поступает скажем из верхнего яшку сколько каждый каждый день и листа выпивает 10 тысяч кубометров воды выпивает или это добывается доставляет заставляется в листу да и и листа забирает о матери каковы известно но надо на нет но это не мериться ну не так много как скажем в 90-е годы сейчас у нас утечки где-то 3-4 в день так что это и самые большие утечки были в 90-е годы потому что не было запора на арматуру например утечка по крупному тропа проводу чтобы его отсечь задвижки не работали приходилось целыми районами отсекать и сливать воду с целого поэтому огромные потери воды были сейчас надо момент ситуация намного лучше лучше ну и вот в общем я сторонник того чтобы не чистить всю воду почему еще потому что вот этот именно загрязненный поток который остается от очистки сливается канализацию таким образом минимализация канализационных стоков во много раз увеличивается то что экологически экологическим законодательством запрещено это раз а во вторых ту рапу то есть осадок который остается после очистки чтобы сливать канализационные стоки и где-то надо хранить это очень дорого и поэтому то есть хранить хранить каким образом надо людям пояснить что хранить это наверное какие-то должны были гон до водоемы какие-то специальным образом подготовлены до раньше я понимаю они у нас как бы были вот эти все пруды вокруг и листы которые да они многие использовались да в том числе и для это ну не скажу тогда не очень интересовался этим но на данный момент да в общем хранить эту рапу это довольно таки дорого и накладно поэтому нужно разделить поток воды на техническую и питьевую то каким образом это я вот лично вот исходя из того как у нас устроен водопровод каким образом можно эту воду разделить он подается вот в одной трубе подается с рчвшки до подается в город на идет по этой трубе дома дома по варкой квартиры где делить и вот я и сторонник того чтобы очистка до питьевого уровня был непосредственно в квартире непосредственно приобретать фильтры да и я вот на это обсуждение этой водной концепции намекнул то что народ все равно мудрее чем тысячи профессоров то есть и листа на данный момент она уже сама подстроилась давным-давно у нас куча фирм который доставляет питьевую воду мы покупаем в принципе никто если тогда нужно рассмотреть еще вопрос здесь я понимаю что да есть же у нас разные категории во первых разные категории людей то есть люди которые мало обеспечены мы таким образом если каждый индивидуально будет чистить воду да получается тогда что вот как быть с теми людьми которые допустим не могут себе позволить нормальные там системы очистки купить они я понимаю там фильтра это все нужно необходимо менять поэтому как бы здесь мы что будем заниматься каким-то вот или людей или это необходимо принимать программу муниципальную допустим ли республиканскую дети где деньги будут в бюджете предусматриваться на то чтобы таким людям либо компенсировать какие-то затраты либо субсидировать эти затраты и так далее то есть я так понимаю что это должна быть такая вообще республиканская целевая программа вот чистая вода вот она есть допустим да то есть вот эти все средства предусматривать уже там а дороже это будет или нет чем чистить всю воду там это будет дешевле дешевле это во первых потому что я повторюсь мы не будем выливать половину потока просто так но получаем а на лиц и на лиц в принципе когда у нас считают люди считают что как бы дороже дешевле многие люди просто допустим не понимают насколько это затратно вот чистить воду вот именно вот этой по системе обратного осмоса которые используются до саморасшириваю на способ который распространен она получается это очень дорого в том числе содержать все эти необходимые как бы необходимые оборудования необходимы там фильтра и сети и прочее то есть это не так просто то есть ты считаешь что дешевле и более рационально было бы очищать воду уже в квартирах каждого у каждого человека именно так а системе обратного осмоса я скажу система обратного осмоса самая распространенная система очистки питьевой воды от минеральных включений и ну там как бы прогонная через очень мелкопористую мембрану ну понятно с одной стороны грязный поток с другой стороны чистый поток делится 50 на 50 то есть 50 процентов уходит в никуда воды опять говорю у нас бесценный ресурс вода и знаете мне как-то все равно что у меня в сливном бачке унитаза техническая вода или пили пусковой технической зачем мне там питьевая принципе с этим согласен то есть водопроводе вода выполняет много работы именно такой побочный то есть слив пролив канализации и тогда и так далее ну я понял то есть у нас сейчас принципе мы говорим о том что у нас проблема есть одна какая то есть как проблема первые то насосы которые необходимо менять то есть именно вот это оборудование да мы говорим о том что у нас в принципе по доставке воды проблем больших нет то есть ну они имеют как бы до замена планового замена труб до остальных старых труб на полиэтиленовый идет задвижки устанавливаются как бы эта ситуация как бы потихоньку решается основная проблема это то что у нас нет воды именно чистой питьевой воды именно ты предлагаешь ее решать путем принятия целевой программы да по этой чистой воде и именно программы по распределенной очистки вот именно бороть децентрализация децентрализацию предлагаешь да то есть потом мы еще должны естественно все равно рассмотреть после того что вот есть системы водоснабжения нам нужно рассмотреть еще канализации вопросы водоотведения так называемые да я насколько знаю что вот я в самом начале говорил о том что у нас это канализация построена в основном еще в 70 80 мм или прошлого века каково сейчас состояние системы от канализации водоотведения но на данный момент в общем листа город с довольно таки сложным рельефом и на данный момент у нас канализация очень много практически вся самотечная то есть напорных канализации у нас почти нет ну вот единственное что сейчас построили связи с ремонтом дороги по улице кирова дополнительный напорный коллектор с канализационной станции в районе ддт дом детского творчества там канализационная собственно станция автоматическая и напорный коллектор построили в чем проблема советского времени канализации в городе листа практически не занимались ну вот я немножко построил по улице красный может быть другие компании строили ну что-то я ничего такого крупного не могу вспомнить и какая же сейчас проблема дело в том что очень много у нас канализационных коллекторов бетонных например то есть которым уже почти там 50 лет да 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 то есть они потихоньку рассыпаются забиваются был я обрисую процессы то есть поток канализационный идет по дну трубы вверх как бы чистый его там происходит коррозия трубы это большая такая труба большого бетонная большого диаметра скажем 300 миллиметров например то есть вверх трубы уже изношен настолько что остается только кусочки арматуры а самые камни эти бары падают на дно и как бы мешает потоку уже и поэтому там происходит часто часто забивается канализация и это очень на многих участков участках много крупных коллекторов просто-напросто забито где-то удалось обойти не пользуются другими ну в общем очень большая проблема поэтому опять я вот рекламирую это метод решения называется релайнинг то есть в трубу нужно запускать именно тонкостенную такую же трубу это это раз и во-вторых тонкостенную какую имеется ввиду опять полиэтилену полиэтиленную да но уже в любой скажем если бетонная труба или керамическая туда же запускается полиэтиленовый ну и второй вопрос это тоже надо увеличивать все-таки количество канализационных автоматических канализационных станций то есть это позволит все-таки увеличить пропускную способность но это где можно скажи людям что это такое вот это автоматическая канализационная станция автоматическое ну это как бы огромная кастрюля с с насосом то есть она до определенного уровня наполняется включается насос и выбрасывает выкачивают в напор то есть вот сейчас вот мы опять вернемся к этой программе до господина трапезникова которая опять до сих пор никто не публикует мы поэтому не то есть специалистов не может посмотреть что в этой программе кроме там ледовых дворцов и тому как я не знаю там еще других различных спортивных и прочих сооружений что там еще есть вот такого насколько я понимаю что есть ты бы наверное знал да если бы вот такие вещи которых ты говоришь предусматривались программе то наверняка ты бы с нашими специалистами бы этот вопрос обсуждал потому что вот допустим я насколько сейчас знаю что существует уже якобы должна быть почти практически согласована программа индивидуального развития республики да но я насколько разговаривал с энергетиками разговаривал вот с теми со специалистами кто водой занимается со специалистами кто занимается газом да окажется не никому из них никто не обращался и никто никакие расчеты связанные там с потреблением да с большим потреблением там со строительством каких-то необходимых генераторов и так далее никто к ним не обращался я хотелось бы конечно увидеть первое это программу развития города который господин трапезников анонсировал до нас на этом конкурсе и вот эту индивидуальную программу развития республики чтобы увидеть что вот эти вещи капитальные затраты на капитальный ремонт или на введение каких-то новых необходимых сооружений да которые необходимы для функции нормального функционирования жилищно-коммунального хозяйства республики чтобы мы увидели что эти средства предусмотрены я вот когда у нас онлайн митинг проводился я там как раз поднимал этот вопрос относительно того что от согласно вот постановление правительства да нам как республики которая вошла в состав этих 10 регионов наиболее как бы да со слабым развитием которым будет оказана помощь из федерального бюджета и там говорилось о том что нам порядка 10 миллиардов должны средств на эту на реализацию этой программы предоставить вот мне хотелось бы чтобы вот эти 10 миллиардов были потрачены с умом были потрачены на именно на модернизацию именно структурных объектов таких как вот о которых ты говоришь да именно насосы насосные станции именно вот эти канализационные автоматические станции станции подъема и так далее то есть генераторы какие-то электростанции то есть хотелось бы чтобы вот это все все эти средства были потрачены сумму ну что я скажу инфраструктура коммунальная это тот же самый огород ухожен ухоженный огород на котором растет все то есть если у нас будет нормальная гибкая инфраструктура то и об инвестициях не надо ни перед кем плясать никакими турецкими дяденьками чтобы они приехали и привезли нам доллары они сами придут и будут проситься что нам я думаю что сегодня разговор наверное нужно закончить по проблемам водоснабжения а дальше мы уже будем говорить я так понимаю об энергетике газе а нефти ну и о дальнейшем спасибо да хорошо